Собрать необходимый пакет документов и подать заявку на конкурс «Самый дружный двор-2019» жители дома номер 183 собрались только в этом году, рассказывает председатель совета дома Анастасия Гребенкина. Мы об этом конкурсе слышали еще пару лет назад, но никак не могли собраться, чтобы поучаствовать. В этом году услышали обращение губернатора, что на начале приема заявок приехали в Ленинский муниципалитет, к нашим депутатам узнали. Нам дали бланки заявок, рассказали, как заполнены, как проходит процедура конкурса. Одно из условий конкурса – продемонстрировать комиссии, как жильцы самостоятельно занимаются благоустройством двора. Мы сами установили два теневых навеса, мы огородили баскетбольную площадку, там было место для парковки, мы огородили, поставили баскетбольное кольцо, мы купили машинку-песочницу, установили сами брусьи, все это было сделано за свой счет. В этом году от Ленинского района в конкурсе приняли участие 12 дворов. Глава муниципалитета Антон Тицкий отмечает, что это на 30% больше, чем в прошлом. Он подчеркнул, что их задача – помочь желающим правильно подготовить все необходимые документы, чтобы принять участие в конкурсе. Глава муниципалитета также обратился к севастопольцам и призвал их активнее участвовать в жизни города и своего двора. Чаще всего это в первую очередь сложно составить грамотный проект, потому что у них есть общее видение, но нет конкретного понимания, каким образом, какими материалами и так далее можно выполнить то благоустройство, которое они хотят получить в конечном итоге, в случае, если они побеждают на этом конкурсе. Конкурс «Самый дружный двор» проводится в Севастополе уже третий год подряд. Всего в нем пять номинаций – «Самый дружный двор», «Самый благоустроенный», «Самый цветущий», «Самый чистый» и «Самый спортивный». По итогам выберут 50 дворов-победителей, между которыми будет распределен общий призовой фонд в размере 75 миллионов рублей. В зависимости от занятого места победители получат от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей на благоустройство. Жители сами определяют, какие виды работ необходимо выполнить – ремонт внутри дворовых дорог, установка детских и спортивных площадок и озеленение территории. Поучаствовать в конкурсе смогут все желающие. Заявки принимаются в муниципалитетах районов до 25 апреля. Дарья Юхновская, Денис Александрович, Севинформбюро.